Восьмой матч! Поехали! Восьмой матч Амкала! Пошли! Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Меня все еще зовут Герман Эль Класико И у нас начинается второй круг проекта Футбольный клуб! Фидос выложил пост Клянусь, что сегодня не пропущу ни одного Ну что ж, сегодня у нас игра против Московской Академии Ювентуса Той самой командой, с которой в прошлом году был максимально эпичный матч Ты заметил во время монтажа, как камера почищена? Потому что, ребят, если вы наберете 300 тысяч лайков под этим выпуском То Виточ выйдет в последнем матче на поле И сейчас лицом Виталя! Пожди, последний, это же матч ТВ? Да? Блин, а как накрутить? Да они не накрутят! Наберем! 300 тысяч, это нереально, чувак Ребят, реально 300 тысяч лайков набрать на видосе? Давай 250? 260! Не, ну 250 это изи! А 260 тысяч реально набрать? Как вы уже успели заметить, добраться до стадиона без приключений у нас не получилось Ой, кино-то задавили! Автобусы! Да разберусь! Андрюха, давай ты, реакция! Но я крепко сжался в кресло, поэтому я жив Как только наш автобус выехал на большую дорогу, мы попали в ДТП Снесли бампер выезжающей машины И в итоге абсолютно все ребята добирались до стадиона Либо на своих машинах, либо на таксо Ну, а в остальном нового ничего особо не было Нас ждала раздевалка, разминка, установка на матч В общем, все тот же домашний стадион Кстати, уже монтируя, я увидел вот этот забавный момент Где Блатов тихоря отрезкает бургер Но от нашего оператора ничто не скроется, нет Люди, короче, думают, что я не видел, что мы отметили на 4-3 И пишут, типа, у тебя отметили на 4-3, прикинь, я хуй Серьезно? Почувствуйте эту атмосферу, если вам ничего не надоело Владимирович, есть что сказать? Центр, LC, на вас сегодня будет самая большая работа Потому что у них достаточно сильный центр Ну и, соответственно, Кость у нас стала на падение Витя Блатов, на вас сегодня реализация Ну и насчет грубости Я думаю, что нельзя отвечать грубость, это грубость Поэтому лучше их уделать по футбольному Я не знаю, хоть шнурком, хоть носком Ну, ковыряй его в ворота Пересек мяч, там не важно Главное, чтобы пересек мяч Ошибаются все в футболе Но мы должны ошибаться меньше И выигрывает тот, кто использует чужие ошибки Вперед, Амкал! Ну и по составу тоже давайте по-быстрому пробежимся В воротах Спиридж, в защите Гуркин Джефф, Санни, Фифа и Финита В центре поля Сибыч, Эльхан И я Слева Лакер, справа Рома Ну а впереди Костя Ставр Принять участие в этом матче не смогли Федя с Нечаем, потому что они в Америке Гена Миллер, Спорт за Резором Потому что они в Питере И фаворит, потому что он в Тамбове Короче, все иногородние по каким-либо там причинам своим Не смогли в этот день приехать на игру Все, парни, у них мужики есть, которые играют пожестче, понаглее Поэтому внимания не обращайте Сами не провоцируем, именно не футбольные какие-то стычки Но если чувствуете, что нас прям зажимают Тогда выжигаем Выжигаем пресс Давайте Свисток прозвучал И мы на пару со Ставра побежали выжигать Наша активность вернулась к нам перехватом Мяч под контролем Гуркин скидывает на меня Я зарабатываю штрафной Первый опасный момент у наших ворот Подача с фланга Скидка под удар Но защита вовремя справляется с пожаром Мы владеем мячом Нас толком-то и не прессингует Ну, вернее, так чисто обозначая Но наша оборона играет в этом эпизоде Как будто они не товарищи по команде А враги Потому что передача Гуркина оказывается Вообще невероятной для Джеффа Команда Академии Ювентуса Это в основном взрослые, поигравшие мужички И играли они не грязно Но достаточно жестковато Играя в центре поля Я прям с уверенностью могу сказать Что прям с первых минут Они нам показали, что Прям вот так будет играть Доставалось и Эльхану Ну, затем и Сибычу Ну, и мне тоже перепадало Жестко, да? Конечно, жестко слипаешь три пола Где желтый карточек? Естественно, мы заводились И в итоге Джефф Блабатумба На всех парах просто сбивает игрока соперников Около нашей штрафной 2-0 Это жопа Одна из первых наших попыток Привести атаку Лакер в борьбе там сносит соперника И при этом сохраняет мяч Даже умудряется пройти до штрафной площади Но все это не очень опасно Примерно так же развивается Атака Ювентуса Но там чуть поопаснее Потому что заканчивается она штрафным ударом 13 минут мы сыграли И Амкау горит 3-0 А что творилось у меня на душе в этот момент? Да что там у меня Что творилось у всех ребят в душе Вы даже не представляете Нас просто раздирало от понимания того Насколько ужасная ситуация Хуже начала просто не придумаешь И вот наверное наш первый опасный момент Гуркин выносит мяч На подборе там первый Эльхан И вот так вот потихонечку протаскивая мяч по флангу Он находит меня в центре поля А я решаюсь на дальний удар Действительно заходил прям вот в самую шестерку Но вратарь буквально пальцами перевел мяч на угловой И этот самый угловой подает Сипскана Мешетит точно на голову Ставра Тренер Академии Ювентуса контролирует игру Причем полностью Вот прям на всех участках поля Наша же задача была не опускать руки и собраться Потому что времени на раскачку уже не было Прессинг, высокий прям прессинг Он дает конечно свои плоды И первый на подборе Сип выдает мне под левую ногу И честно скажу, что я пытался перекинуть вышедшего вратаря Но он просто на опыте прочитал эпизод Сделал несколько шагов назад И забрал мяч И я поблагодарю за мной Меха Я могу быстро двигать Меха Меха Я могу быстро двигать Меха Меха Вперед, 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 вперед! Так, а вот здесь вот было жестковато на самом деле, при том их защитник 100% сыграл в мяч, правда, он прям максимально чистейший это сделал. Но вот если бы каким-то чудом я успел бы прокинуть мяч, походу я прям действительно на костылях бы с этого матча ушел. Очередная попытка организовать штурм. Эльхан отыгрывает мне. Я там в касание с разворота пытался вывести один на один клёна, но кипер снова оказался шустрее всех. Жестковато. Вот здесь играет сами FIFA. Это стопроцентный фоу. Нападающий соперника никого не ждет и быстро разыгрывает мяч. Дело заканчивается подачей, где сам же, только что падавший фовард, уже распечатывает девятку наших ворот. Такое ощущение, как будто их играет 15, а не 11. Мне кажется, ребята должны лайком поддержать этот видеоролик. Сереж, поди сюда. Тебе нападаешь и отпусти полузащитника, чтобы он был свободный и кого-нибудь другого взял. А ты его отпусти. Видишь, какие гренадеры там? Ну что ж, первый тайм закончился. Счет 4-0. Получается, что даже у Ливерпуля с Барселоны после первого тайма ситуация была полегче. 0-4. Это не предел. Может все повернуть, если у вас есть характер. Возьмите контроль над мячом. Я понимаю, сложно, они быстрее намного. Поэтому надо быстрее делать все. Получается, они там мяч, когда спокойно атаку начинают, у нас защита стоит глубоко. Из-за этого вот такой очень большой разрыв. И даже если мы мяч отбираем, мы контроль сделать не сможем, во-первых. А во-вторых, они спокойно перекатывают. То есть, неважно, мы либо прессингуем, либо садимся там в автобус. У нас должно быть максимально, грубо говоря, куча. Если простым языком выражаться. То есть, плотность между линиями должна быть минимальная. Давай просто вот с нуля. Второй тайм, играем 0-0. Все, в пызду, окей, мы проебали. Первый тайм, виноваты. Все, давай второй с нуля. Мэм Кау! А вы нет! Мэм Кау! А вы нет! Мэм Кау! А вы нет! Ну, а вот так начался второй тайм. Просто хочу, чтобы вы на это посмотрели со стороны. Нас растаптывали. Мы уступали по всем абсолютно статьям. И я даже не знаю, как в некоторых из этих моментов мяч не оказался в сетке наших ворот. Конечно, странно прозвучит, что нам везло, учитывая, какой счет на того. Но, действительно, мяч, правда, чудом не залетал. Наши же атаки были куда более скромные. Ничего абсолютно не получалось. Ну и, как вывод, не обошлось без стричек. В одном из эпизодов градус, прямо-таки, скажем, накалился. Просто поверьте, что было реально горячо. Что вы им встроились? Что случилось? А, что случилось? А? А ничего, ну ему же будет что-то. Он же без головы. Зачем? Его жалко. И вот, наконец-то, момент. Блатов выводит Клёна 1-1, но Антон отправляет мяч рядом со штангой. Чем ближе был свисток, тем очевиднее становилось, что чудо не произойдет, что все, скорее всего, так и закончится. И моменты, которые возникают у наших ворот, только подтверждали этого. Пару минут до конца встречи, и мы все-таки пропускаем. Финальный счет 5-0. Пару минут до конца встречи, и мы все-таки пропускаем. Самое обидное, что это не мы хреново сыграли, а вот прям, ну, вообще, нас просто нагло усилили. Ну, прям, да, вообще не дали ничего сделать. Без шансов. Ну, без шансов, реально. То есть, причем чувствовалось, что у них прямо настолько нити игры были в руках, что даже бы, если бы мы там как-то поднажали и забили бы 1-2, они бы добавили бы, да, и было бы тоже тяжело. Ну, мы бились, мы реально старались и хотели забить этот гол любой, хоть там чем-нибудь. Нам действительно было важно хотя бы 1 ковырнуть. Мы готовы были проиграть 5-1, но вот чтобы 1 был, мы всеми силами туда бежали. Но все равно. Ну, в любом случае, спасибо реально пацанам, что бились до конца. Ребята, мы все равно постарались быть командой. Сколько мы договорились? Сколько? 260. Я тебе больше скажу, если не 260 тысяч лайков, мы Витычу дадим в последнем матче сыграть. Подожди, ну это мега стимул. Не, и в любом случае, вот теперь хотелось бы от вас тоже поддержку получить. Вот мы реально получили по ушам, и хотелось бы какую-то все равно поддержку, чувствовать, что люди стоят за нами, и они готовы нас поддерживать. Ведь команда познается не когда там все хорошо, выигрываются лиги чемпионов и чемпионаты, а даже когда все хреново, и свои люди остаются. 260, да? Да, 260. Все, ребята, идем на рекорд. Я в вас верю. Я не знаю, будешь ты играть или нет? В смысле, 260 на грудь буду? 300. 260? 300. Нет, с капитаном решили 260. Я уж не знаю, на самом деле, что нужно добавлять в такой ситуации, потому что мы проиграли абсолютно по делу, и тут даже нет такого, что кто-то из наших игроков сыграл плохо, или там не доработал. Тут просто по всем статьям нас переиграли. Ну, а в остальном, спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Герман и Классиков. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы. На каналы ребят. Все ссылки есть внизу в описании, и они тоже ждут вашей поддержки. Особенно сейчас она невероятно сильно нужна. Увидимся в следующих матчах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok